МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей. В студии Панау Симбекова. Сурдоперевод Марата Жумабекова. Сегодня в выпуске. Смертельный исход. В Талдукургане скончался подросток, пострадавший от взрыва газового баллона. Мир во всем мире. Нурсултан Азарбаев выступил с заявлением по вопросу ядерного оружия. С новосельем. 25 семей Карасайского района стали счастливыми обладателями заветных квадратных метров. Земля рано или поздно навсегда избавится от ядерного оружия. С такого заявления начал свое обращение к народу Нурсултан Азарбаев в ходе международной онлайн-конференции по вопросам общей мировой безопасности и возобновлению глобального ядерного диалога. Напомним, Казахстан первым в истории человечества юридическим запретом отказался от проведения ядерных испытаний. Семипалатинский полигон по указу первого президента Казахстана прекратил свое существование 29 августа 1991 года. Таким образом, пример страны был поддержан и приобрел глобальный характер. Более того, Ельбасе проложил путь к принятию в 1996 году договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Кроме того, в ходе своего обращения Нурсултан Азарбаев поделился мнением и о самой страшной болезни 21 века. Пандемия COVID-19 вызвала беспрецедентный кризис, но в своей истории человечество не раз сталкивалось с вызовами такого уровня и всегда побеждало. Я верю, что международное сообщество успешно пройдет и этот стресс-тест, подытожил он. Казахстан познал на себе все ужасы испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне, от которых пострадало полтора миллиона моих сограждан. По моему указу, этот крупнейший в мире ядерный полигон был закрыт 29 августа 1991 года. Обретя независимость, Казахстан добровольно отказался от четвертого по мощности на планете арсенала ядерного оружия. История подтвердила правильность данного шага. Своим смелым примером мы показали, что на пути к прогрессу, процветанию можно двигаться мирным путем. В Алматинской области планируют привлечь американские технологии для переработки сои. Сегодня Аким области Амандык Баталов встретился с учредителем заокеанской компании «Тускарора Интернешнл». Поприветствовав гостей, глава ЖТСУ отметил, что в основе своей Алматинской области – аграрный регион. Но благодаря развитию производства область становится аграрно-индустриальной. Среди приоритетных культур, выращиваемых в области – сахарная свекла, кукуруза, ячмень. При этом в регионе находится 95% пассивных площадей сои и республики. Поэтому вопрос переработки имеет место быть. В свою очередь представители американской компании выразили заинтересованность в совместном сотрудничестве. Спасибо за тёплый приём. Ваша страна и, в частности, регион очень красивый. Проект, которым я руковожу, финансируется Министерством сельского хозяйства США. Его цель состоит в том, чтобы изучить, как сегодня используются технологии для переработки сои, какие связи установлены между наукой и бизнесом, есть ли спрос на сою, как его удовлетворить. Надеюсь, в этом направлении мы плодотворно будем сотрудничать. Надо вместе работать. Я очень рад, спасибо. Будем сотрудничать. Всё, что надо, все исходные данные будем ей представлять вместе. Давай заключите договор. В Америке в этом плане, конечно, уже далеко вперёд ушли. И технологии у них развиты. И наш первый президент об этом всегда говорил, что сою надо развивать. Уже завтра жители нашей страны отметят один из важных государственных праздников – День первого президента Республики Казахстан. В преддверии торжественной даты в Тадгургане состоялось официальное собрание. В ходе мероприятия около 10 ЖДСУСцев отмечены юбилейными медалями – 25 лет Конституции и 25 лет Ассамблеи народа Казахстана. Памятные нагрудные знаки вручил глава ЖДСУ Амандык Баталов. Независимость Казахстана напрямую ассоциируется с именем Нурсултана Назарбаева. В тяжёлый период после развала Советского Союза, когда нечем было платить пенсии и зарплаты, он не дал развалиться стране и вдохнул старую жизнь в экономику республики. Как отметил Акимобласти, мудрая политика, проводимая первым президентом страны, позволила Казахстану стать одним из лидеров в СНГ. Его концепция консолидации позволяет жить в мире и согласии более 100 этносам, проживающим на территории Казахстана. Нурсултан Назарбаев – миротворец с большой буквы не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Благодаря его участию удалось урегулировать сирийский конфликт, что отмечает ряд лидеров других стран. В своей торжественной речи глава ЖДСУ отметил три особых качества лидера нации. Это острый ум, дальновидность и мудрость. Любую ситуацию, как политик, если даже рассматривать, как государственный деятель, он досконально до глубины вникает. До глубины. Это вот глубокомыслящий политик. Потом любую ситуацию он узко не видит вот так. Вот в одном это инертные люди так видят. Он масштабный. Когда какую-то проблему решает, он вот так всё охватывает. И третье его особое качество. Он не думает только вот сегодня, и в тем, он за несколько лет вперёд видит, что будет. Вот. Это дальновидная политика. О дальновидности Нурсултана Назарбаева свидетельствует и то, как он передал высший пост страны. Транзит власти в Казахстане прошёл без конфликтов и по всем законам страны. Второй президент республики Хасамжумар Токаев стал продолжателем курса политики Нурсултана Назарбаева. Их тандемная работа даёт мультипликативный эффект, отметил Амандык Баталов. Они в первую очередь думают о людях, которые здесь живут. Благодаря этому всему мы нормально работаем. И этот год, несмотря на пандемию, все показатели у нас нормальные. День первого президента по-особому значимый праздник для всех казахстанцев. Отдельное место он занимает в сердцах житусудцев. С большим трепетом и гордостью они отзываются о своём земляке Нурсултане Назарбаеве. Как отметил Акимобласти, первый президент страны внёс неоценимый вклад в становление нынешнего Казахстана и в частности края ЖТСУ. Благодаря ему в разы выросло социально-экономическое развитие как республики, так и области. Продолжает Нурсултан Назарбаев вносить весомую лепту и после сложения полномочий президента. Он всегда держит ситуацию на контроле, отметил Амандык Баталов. Абсолютно всё знает, всем владеет всей ситуацией, даже по цифрам всё знает. На сегодняшний день, несмотря на пандемию, делаем больше триллиона по промышленности. Инвестиции мы привлечём больше 700 миллиардов тенге. В сельском хозяйстве почти 20% валовой продукции республики тоже подходим к триллиону тенге. Более 56 тысяч рабочих мест открываем. В преддверии дня первого президента 10 житусудцев отмечены юбилейными медалями в честь 25-летия Конституции и Ассамблеи народа Казахстана. В числе отличившихся Баха Джахсбаева. В социальной сфере области она работает более 20 лет. Я в социальной сфере работаю более 20 лет. Я знаю, что социальная сфера – это очень трудно. Всегда хотим оказать каждому посильную помощь. И то, что мой труд сегодня оценили так высоко и вручили награду, это для меня очень большая награда. Я желаю всем жителям нашей республики только просветания, только благополучия и всего самого хорошего. Завершилось официальное собрание праздничным выступлением творческих коллективов областного центра. Молодежь – будущее страны. Пять активных молодых толкурганцев пополнили ряды ведущей партии Нур-Отан. Билеты им вручили во время торжественной церемонии, приуроченной ко дню первого президента страны. С поздравительной речью выступили ветераны партии большинства. По их словам, возможности Казахстана растут с каждым годом. Главенствующую роль в этом играют грамотная политика и целеустремленное население. Также в этот день благодарственными письмами и подарками отметили государственных и общественных деятелей. Внимание со стороны государства дает дополнительный стимул для дальнейших высот, отметили участники встречи. День первого президента – значимый праздник для всей страны. Благодаря правильно выстроенной политике и эльбасы Казахстан достиг больших успехов. Несмотря на карантин, мы посчитали уместным организовать это мероприятие. При этом мы соблюдаем все санитарные нормы. Сразу 15 семей отмечают новоселье в селе Утигем-Батыр благодаря программе Нурложер. В рамках государственного проекта ко дню первого президента в Ильиском районе был встан в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом. Ключи новоселам вручил глава района Багдад Карасаев. Несмотря на мировую пандемию, в Ильиском районе проводится ряд работ, связанных с развитием экономики и улучшением благосостояния населения. Не остается без внимания и вопрос обеспечения населения жильем. На сегодняшний день в очереди насчитывается более 4 тысяч человек. В первую очередь жилье получат представители социально уязвимых слоев населения. В первую очередь хочу поздравить с этим знаменательным днём владельцев новых квартир. Как известно, глава государства Касым Жумар Тукаев поручил в текущем году реализовать жилищные программы 7-20-25 и 5-10-20. В связи с этим мы будем в эксплуатацию этот жилой дом в селе Утигем-Батыр. В целях снижения очередности ведется строительство такого же дома в микрорайоне Хуат. А в следующем году в планах строительство коттеджного городка на 100 домов. Строительством многоквартирного дома занималась подрядная организация «Агроспедстрой». Чуть больше года понадобилось для возведения здания, проведения к нему инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства придомовой территории. Глава района отметил, что строительство выполнено качественно и соответствует высоким требованиям. В этом лично убедилась многодетная семья Убакирова. Спасибо огромное. Сегодня у нашей семьи прекрасный день. Мы наконец обзавели собственной крышей над головой. Для нас это было большой мечтой. И вот она сбылась. Я так рада. Стоит отметить, что строительство нового жилья в Алматинской области ведется в 26 населенных пунктах. Основной объем приходится на города Талдыкурган и Капшагай, а также Карасайский, Ильиский, Талгарский и Енбекши-Казахские районы. В общей сложности по всем направлениям планируется сдать более 700 тысяч квадратных метров жилья. Аделя Кжаркенова, Гербола Тантелов, Телеканал ЖИЦУ. В преддверии дня первого президента Республики Казахстан в поселке Каскелен состоялась торжественная выдача ключей от новых квартир. Собственным жильем обзавелись 25 семей Карасайского района. Также до конца года арендным жильем без права выкупа планируется обеспечить еще 50 человек. Церемония вручения ключей от двухкомнатных квартир прошла в микрорайоне Карлагаш. Среди очередников, получивших заветные ключи, матери-одиночки, многодетные семьи, дети-сироты, а также работники госслужбы. Поздравить новоселов с приобретением жилья, а также с наступающим праздником приехал Аким района Жандарбек Долобаев. На строительство этого дома было затрачено 360 миллионов тенге. Сегодня дом полностью готов к сдаче. Это стало возможным благодаря поддержке Акима области Аманды Кабаталова. Хочу отметить, что в микрорайоне Карлагаш до конца года мы обеспечим собственным жильем еще 50 очередников. Гульмира Ембердеева трудится на государственной службе и одна воспитывает двух детей. Этого дня молодая женщина ждала более 10 лет. По словам Гульмиры, квартирой она довольна. Несмотря на то, что район новый, уже проведены все коммуникации. Дома тепло, а во дворе есть прекрасная детская площадка. Все, что нужно, отмечает Гульмира. Всех хочу поздравить с днем первого президента. В честь этого праздника мы стали обладателями квартиры. Я как госслужащая, как мать-одиночка получила двухкомнатную квартиру. Спасибо нашему правительству, Акимату Каразайскому району. Также стоит отметить, что в микрорайоне Омерзак ведется крупное строительство 130 домов по программе Нурлажол. По завершению строительных работ более 500 человек обретут собственную крышу над головой. Новое назначение. Перспективную программу дальнейшего развития молодежной политики руководство региона отныне доверило ровеснику независимости, подающему большие надежды Ельдару Кайсару Лосапарову. Самый молодой депутат городского Маслихата на сегодня доказал, что обрел необходимый опыт, чтобы возглавить областное ведомство. Начав трудовой путь специалистом отдела молодежной политики ЖТСУского госуниверситета, креативный лидер в 2017 году возглавил гражданский альянс Алмакинской области и консалтинговый центр по оказанию консультативной помощи неправительственным организациям. За это время число эффективно работающих НПО в регионе возросло с 200 до 400. Под его руководством, гражданским альянсом реализовано несколько социальных проектов, в числе которых спортивное реалити-шоу «Патриот». В 2018 году Ельдар Сапаров стал обладателем премии «Кошпашэ» как лучший руководитель неправительственной организации, а также при единодушной поддержке молодежи региона вошел в число 100 новых лиц страны. В 2019 году в числе многих молодых казахстанцев признан «Патриотом года», однако задатки лидера сформировались в нем еще раньше. Свою первую значимую премию «Кошпашэ» Сапаров получил в 2008 году как лучший студент области. Таким образом, распоряжением Акима Алматинской области, окончивший поэтап на бакалавриат, магистратуру и докторантуру, Ельдар Сапаров назначен руководителем управления молодежной политики области. Представляя его коллективу, заместитель Акима области Рустам Али отметил, что первостепенной задачей руководителя является эффективный план перспективного развития как минимум на 3-4 года. Потому, напутствуя нового руководителя молодежного ведомства, рекомендовал коллективу работать как единый механизм, а его лидеру – правильного курса. В целом я рекомендую, вообще цикл такой в среднем где-то 3-4 года, тем более с учетом того, что нынешних тенденций, нынешнего времени, темпа движения работы, информации, я думаю, в течение трех лет каждый специалист может реализовать весь свой потенциал на определенной позиции. Поэтому изучите все кадровые вопросы, финансовые вопросы, законодательные эти нормативы все, чтобы все соответствовало, все зависит от вашей слаженной работы. После встречи с коллективом заместителя Акима области представил новому руководителю его рабочее место и пожелал дальнейших успехов в новом амплуа. Клянусь служить и защищать. Новобранцы десантно-штурмовой бригады Талгурганского гарнизона принесли присягу и стали полноправными членами элиты вооруженных сил страны. Для каждого солдата это важный этап внесения воинской службы и становления гаранта безопасности сограждан и страны. Принятие присяги – одно из самых знаменательных событий на воинской службе. Защитники ступают на путь тяжелой армейской подготовки и торжественно приносят клятву полностью посвятить себя службе Родине. В этот день мы с моими сослуживцами принимаем воинскую присягу. Я считаю, что это серьезный шаг в жизни каждого мужчины. В армии мужчина познает мужественность, доблесть и смелость и становится смелым защитником своей Родины. Впереди новобранцев десантно-штурмовых войск ждет сложнейшая подготовка. Чтобы соответствовать стандартам элиты вооруженных сил страны, им предстоит проявить немалую смелость и упорство. Второй десантно-штурмовой батальон приняли присягу в порядке 160 двойнослужащих. После принятия присяги перед ними ставятся задачи, такие как выполнять парашютные прыжки, заниматься физической подготовкой, тактической подготовкой. И в ходе службы из них должны мы сделать настоящих десантников. Поздравить молодых бойцов и адресовать им слова напутствия прибыли ветераны войны в Афганистане, заняв почетное место рядом с командирским составом. Рустам Аралбаев, Кайрат Хастурганов, Телеканал ЖИЦУ. Большая часть проектов по госпрограмме «Дорожная карта занятости» завершена в Сарканском районе Алматинской области. На их реализацию было затрачено свыше 2 миллиардов тенге. Из 54 объектов оставшиеся 10 будут сданы до конца этого года. Их презентация приурочена ко дню первого президента и Дню независимости Казахстана. Подробности из материалов сюжета. В нынешнем году в Сарканском районе реализовано свыше 50 проектов по госпрограмме «Дорожная карта занятости». Обновлены и уже сданы в эксплуатацию 19 объектов образования. В этом году появилась в районе и вспомогательная школа. Практически на стадии завершения еще 10 проектов в сфере ЖКХ, строительства, а также текущий ремонт дорог. В текущем году в Сарканском районе по программе «Дорожная карта занятости» было выделено порядка 2 миллиарда тенге. В общем, по району 54 объекта. На сегодняшний день в эксплуатацию 44 объекта были завершены. В городе Саркант в данный момент ведутся работы по двум объектам. 8 объектов уже завершены. В планах руководства района открытие сразу двух объектов в день первого президента Казахстана. Текущий ремонт парка Жастар, Арбат, это 25 миллионов было выделено. И второй объект, вот текущий ремонт улицы Бугенбай-Батыр, города Саркант, было выделено 35 миллионов. Завершение планируется на 30 ноября. Вот в эксплуатацию будет 1 декабря, день первого президента. Благодаря государственной программе «Дорожная карта занятости» в Сарканском районе решается и вопрос безработицы населения. Только в этом году было привлечено порядка 500 местных жителей. Половина из них трудоустроена через районы центра занятости. К слову, свыше 36% из них – сарканская молодёжь. Из центра занятости пришёл сюда на работу. Мне нравится здесь работать. Хорошая работа, нетрудная работа. И как я хорошо себя показал, меня теперь берут на постоянную работу. Зарплату устраивает, я свою семью могу содержать. Государственная поддержка на постоянной основе оказывается и предпринимателем. Единственная перерабатывающая компания в районе ТО «Акбулак Продукт» в нынешнем году получила 80 миллионов тенге субсидий, 17 миллионов из которых были затрачены на приобретение новейшего оборудования. На сегодняшний день ассортимент предприятия представляет 15 видов готовой продукции. В сутки на это уходит порядка 80 тонн молока, которые поставляют местные жители. Однако, несмотря на созданные условия, у компании существует ряд трудностей по сбыту готовой продукции. У нас назревают серьёзные проблемы, связанные со стоимостью коммунальных услуг. В частности, воды и электричество. Цена на воду составляет 161 тенге за кубометр. Для обработки одного кубометра молока уходит три куба воды. Мы работаем себе в убыток. Мы получили в этом году субсидии и обновили оборудование. Государство нас, как предпринимателей, поддерживает. Хотелось бы, чтобы власти района услышали нас и в этот сложный период, когда идёт спад на сбыт продукции, и пошло нам навстречу. Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией, государственная программа «Дорожная карта занятости» в Сарканском районе реализована в полной мере. В грядущий год район войдёт без переходящих объектов. Гульмира Тимиргалиева, Жайя Курманбаев, телеканал ЖТСУ, Сарканский район. Сразу 25 поэтов из разных уголков Алматинской области состязались в первенстве за право издательства книги о казахском султане края ЖТСУ Тизик-Туре. Мероприятие посвящено 200-летию великого потомка Аблайхана. Кто из лучших авторов современности удостоился чести увековечить своё имя и творчество в летописях региона, узнаем из сюжета. Нурлан Абдебеков большую часть своей жизни посвятил изучению биографии внука великого правителя Аблайхана Тизик-Туре, правившего казахским родом Албан в 40-е годы позапрошлого столетия. Султан Старшего Жуза, он сумел добиться огромного уважения не только в своей стране, но и за её пределами – в Российской империи и Китае. Неоспоримое влияние многовекторной политики Тизик-Туре на судьбы тысяч казахов поэт искусно отразил в своих трудах. Я провёл целое исследование жизни Тизик-Туре, о том, каким человеком он был, о правителе, который сумел сохранить мирные дипломатические отношения с соседними государствами, учитывая при этом интересы своего народа. Всё это я изложил в своей книге Тизик-Туре. Информации об исторической влиятельной личности в архивах Житесуского края, откуда родом сам Султан, соскать довольно трудно. Поэтому представителями Управления культуры было принято решение о писательском состязании, где лучшие повествования будут увековечены в летописях Житесуского края. На основе избранных произведений затем будет создана книга, посвящённая великому правителю Тизик-Туре, заверяют организаторы. Помимо этого победителям поэтического конкурса будут вручены и денежные призы. Мы создали фонд Тизик-Туре в 2010 году, возвели памятник, чтобы память осталась. Он был хорошим ахином, организовывал культурную связь с киргизами, например, с другими регионами нашего Казахстана. На Тизик-Туре мы сейчас выставили 8 призов для тех, которые… Пошлительных 8 призов и 3 приза для молодых выдвинули. Следует отметить, первое место и денежное вознаграждение в размере 150 тысяч тенге от фонда Тизик-Туре за лучшее произведение о казахском султане досталось Нурлану Абдебекову. Второго почётного места и 100 тысяч тенге удостоился поэт из Капшигая, Берик Баилов. Денежными призами до 50 тысяч тенге, а также поощрительными дипломами представители фонда примировали и остальных участников. В Таткургане погиб 14-летний ребёнок, пострадавший от взрыва газового баллона. Его тело было покрыто ожогами на 98%. Об этом заявили и представители областного управления здравоохранения. Согласно полученным данным, подросток скончался в ночь с 29 на 30 ноября в 00.45 часов. Напомним, 26 ноября в посёлке Еркен произошёл взрыв газового баллона. В результате пострадали 8 человек. 6 из них до сих пор находятся в реанимации. По словам специалистов санавиации, к ним из Алматы был доставлен ведущий врач-травматолог-комбустиолог, благодаря которому пострадавшие получают квалифицированное лечение. Пандемия диктует новые решения. Лондонские порты снимают мерки на расстоянии при помощи робота телеприсутствия. Робот, названный мистером Хэмиком, создан калифорнийской компанией. Экран и камера высокого разрешения позволяют Корнере общаться с клиентами. Помогает ему ассистент, который снимает мерки. Корнера использует сенсорную панель своего ноутбука, чтобы управлять роботом в сеульском ателье. Закройщики поначалу были настроены скептически, но робот постепенно всех покорил. «Моё тело – моё дело» – с такими лозунгами в Варшаве протестуют против ужесточения закона об абортах. Несмотря на запрет массовых собраний из-за коронавируса, снова прошла антиправительственная демонстрация. Её организовало движение «Женская забастовка». Демонстрации проходят каждую неделю с 22 октября. В этот день Конституционный суд принял решение, что аборты в случае выявления уплода патологии будут считаться незаконными. Постановление пока не опубликовано официально и не вступило в силу. Когда и если это произойдет, у женщин будет только три причины, позволяющие сделать аборт. Угроза жизни и здоровью, беременность в случае изнасилования или инцеста. Многие врачи уже отменяют запланированные операции, опасаясь нарушить закон. В нигерийском штате Борно на рисовом поле убиты по меньшей мере 110 фермеров. В совершении нападения подозреваются радикальные исламисты из группировки Боко Харам. Сообщается, что в штате Борно в тот день впервые за последние 13 лет проходили выборы в органы местного самоуправления. В прошлом месяце жертвами экстремистов в штате Борно стали 22 сельхозработника. Группировка Боко Харам перешла к активным террористическим действиям в 2009 году. За это время погибли свыше 36 тысяч человек. Два миллиона местных жителей вынуждены были покинуть свои дома. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин